Теперь к событию, которого ждали сразу несколько поколений меломанов. Ждали, предвкушали и готовились к встрече с легендарными скандинавскими романтиками. И мы всю неделю агентствователи новостей напевали песни известной тройки из Норвегии. А теперь к другим новостям. Ну что ж, именно так, искренне, эмоционально и, по-моему, весьма душевно все и было. Аха, с концертом в белорусской столице и эксклюзивным интервью в главном эфире. О шоу культового коллектива, впечатлениях о нашей стране, испытаниях славой и белорусскими фанатками. Аха, все самое интересное прямо сейчас. Ну а мы же на этом завершаем нашу программу сразу после главного эфира. Смотрите Клуб редакторов. С вами были Полина Шуба и Сергей Гусаченко. Увидимся в следующее воскресенье. Счастливо. В одном из интервью вы как-то признались, что все втроем большие упрямцы и противоположности. Скажите, вот в таком случае, как вам удается вместе работать десятки лет? Мы вместе, потому что у нас одинаковые интересы и мы любим музыку, которую создаем. Ну и деньги немного. Различия – это база нашего творческого роста. Конечно же, у нас очень разные характеры. То есть вы можете назвать себя коллегами, либо друзьями? Без. Я бы не говорил «только». Это более широкое понятие. Счастливое понятие. Счастливое понятие. Помните ли вы детали своего первого концерта? Уже много времени прошло. И правда ли, что Магне на скейтборде едва не улетел в зрительный зал? Первое наше шоу состоялось в Австралии в 1986 году. И скейтборды были частью шоу «Игра для зрителей». Это была сумасшедшая ночь, и мы такого никогда до того момента не делали. И очень сложно описывать этот концерт человеку, который там не был. Уровень звука от публики не был похож ни на что. Это был физически причиняющий боль, шокирующий звук. Даже дышать было тяжело. Мы не отдавали отчета ни себе, ни тому, что мы вытворяли на сцене. На нас высыпался оград из мягких игрушек и шоколадных медведей. Это была победа. Если кто-то видел это, записал это, позвоните нам, и мы придем и посмотрим. У вас был перерыв в творчестве, и то, что касается именно группы АХА, в пять лет фактически. Скажите, чем вы занимались в это время? Пять лет жизни. Лично я работал над двумя альбомами, это мои авторские работы. А вообще это было очень насыщенное время для нас троих. Все эти пять лет мы работали над нашим общим проектом, но многие и подумать не могли о нашем воссоединении. Но были вещи, которые возникли одновременно у нас троих. Тем более за пять лет я успел сделать все то, что хотел. Вышел из привычной мини-системы, уклада жизни и ушел в свободное плавание, чтобы поразмышлять, что ли, обдумать. Учитывая, что более четверти века мы много путешествовали с концертами, перерыв в пять лет мне был очень полезен. Во-первых, мой сын находился в таком возрасте, когда взрослел и искал себя. И мне хотелось в этот момент быть рядом. Мы проводили много времени вместе, а когда он был в школе, я сочинял музыку. Потрясающее время. Писал для молодых артистов, сделал серию выставок в разных стилях и техниках. Пробовал себя в качестве художника. Писал музыку к фильмам, был судьей в норвежской версии шоу «Голос». Мы пишем музыку для людей. Мы пишем о том, во что верим, что чувствуем. Она идет от сердца. Насколько долго продлится ваше посоединение, какие творческие планы? Мы никогда ничего не планируем на долгосрочную перспективу. По крайней мере, ребята мне ничего не говорили. Если говорить о ближайшем будущем, лично я завтра поеду смотреть Минск на туристическом автобусе. Это мой план. Минск на туристическом автобусе. Продолжение следует...